Спасибо, дорогой Раф. Добрый день. Эти состояния лицевой и обратной стороны — это вопрос только восприятия? Это восприятие, конечно. Ничего другого нет. Только состояние связи между нами всё более и более продвинутой в самых разных видах и проявлениях превращают нас в неживое, когда всё-таки связываемся механически друг с другом, а затем из механической связи, когда происходит обмен чего-то, когда каждый передаёт другому что-то, таким образом мы начинаем развиваться из неживого к растительному, когда всё-таки появляется жизнь внутри. А затем всё зависит от того, насколько есть жизнь, форма жизни. Ну, как в биологии мы наблюдаем, как молекулы связываются друг с другом и восполняют друг друга, так и наша работа в десятке и между нами всё больше и больше в наших желаниях, пока наши желания не станут такими сложными. сложные желания, мысли. И никто не теряет себя, но он настолько связан с другими, что появляется некоторое новое творение. мы не можем сейчас это себе даже представить, но мы видим, можем наблюдать, как атомы превращаются в молекулы, молекулы в какие-то органы, а органы составляют уже собрание, сочетание молекул в таком виде. Ну, появляются ткани, ну и тогда появляется живое тело. И в этом живом теле через соединение всего появляется потребность в разуме, в мозге, потребность в руках, в ногах, необходимость в построении Кли, чтобы были все необходимые формы жизни, как взрослый человек. Откуда это всё берётся? Мы же собираем Адама из разбиения. Происходит это только через потребность к объединению. Когда мы начинаем соединять наши части друг с другом, когда начинаем их соединять, то мы видим, что она нам недостаёт внутренних свойств дополнительных, которые исходят из нашего собрания. когда мы чувствуем, что у нас нет выбора, нам необходим разум, голова, мозг. Нам нужны руки, нужны ноги. И не просто кусок плоти, то, что есть у примитивных форм жизни, мы видим это в природе, а всё более сложных. Откуда всё это берётся? Из всё большего объединения всех частей. Таким образом, мы подходим к форме Адама, человека, подобного Творцу. То есть в такой форме, когда из самой структуры, из объединения между нами, а это называется «через действия твои познают тебя», мы начинаем раскрывать, ага, вот кто такой Творец. Откуда? Через то, что мы сами из себя выстроили этот образ. И сами мы его понимаем, чувствуем. Он живёт в нас. Мы выстроили себя так, что он раскрывается в нас. Это то, что происходит. И поэтому, чем больше мы будем объединяться, в как можно более сложные формы, мы всё больше будем раскрывать свойства, мысли, желания высшей силы. Но через действия твои познают тебя, то, что называется, через то, что он таким образом в нас раскрывается. Ну, не знаю, мне не достаёт слов. Попробуйте добавить сами. А потом всё придёт. Через наше развитие всё будет. Что я хочу сказать? В любом случае всё зависит от объединения. Ничего не поделаешь. Всё зависит от объединения. И как раз люди, души большие, высокие, они как раз очень противятся этому. Потому что от разбиения у них есть противоположный решимод. Разбитый. Они не хотят ни в коем случае, ни в коем образом они не желают приходить, двигаться к объединению. Это им ненавистно просто вообще, по сути. Но постепенно годы действия Высшего Света на них постепенно они продвигаются. И поэтому мы должны терпеливо относиться к таким людям и каким-то образом дать людям возможность находиться, существовать рядом. Ну, кроме тех случаев, когда они уже хотят сломать нашу связь. Тогда мы обязаны удалить их от себя. Ну, так это должно быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова